всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и в этом видео я предлагаю поговорить о носках как все вы наверно знаете носков много не бывает и между прочим те кто начинает вязать носки с учетом того что на сегодняшний день существует не необыкновенное множество различных техник огромное количество красивой пряжи и так далее начинают вязать носки и потом не могут остановиться и в подтверждение этому отзыву девочек которые проходили мой курс носки от а до я вы прямо сейчас можете почитать их на экране девчонки берутся за вязание носочков начинают покупать много пряжи и не могут остановиться вот такие благодарственные отзывы подробнее о курсе я вам расскажу чуть позже ссылочку на него обязательно оставлю а сейчас мы давайте поговорим о том что когда мы начинаем вязать много носочков естественно у нас остается много пряжи например у меня из вот таких 100 граммовых моточках получается два две пары носков и потом бывают вот такие вот остатки из носочной пряжи у которой чуть толще ниточка выходит одна пара носочков и получаются пряжи побольше остаточек вот этот вот что я хочу сказать можно каким-либо образом комбинировать эти ниточки из вот этого количества получится детские носочки по тому методу который я вам сегодня покажу а вот из этого остаточка выйдет вполне приличная взрослая пара носочков но если у вас пока еще не образовалась таких вот остаточков можно взять две целых бобинки контрастных цветов можно вот с таким принтом можно просто однотонные и у вас получится из этих двух бобинок наверное четыре пары женских или детских носочков когда у нас ограниченное количество пряжи я рекомендую начать вязание от мыска мы возьмем ниточку снаружи клубочка и из серединки и будем вязать пока у нас не закончится вот эти ниточки у меня здесь около 30 грамм я думаю этого количества мне как раз хватит за глаза на целую пару носочков в своем курсе носки от а до я я показываю начало вязания не только с резинки но и от мыска тоже кстати там очень много уроков понятных и доступных так что даже если вы никогда не вязали носки я уверена вы справитесь и это станет одним из ваших любимых занятий ну а теперь давайте начинать итак метод helix вяжется по спирали то есть вот сейчас в данный момент у меня провязан мысок одной нитью я продолжаю немного несколько петель на в этом ряду этой же нитью просто чтобы удобно было подключить новую ниточку все остановились теперь я беру нить от 2 клубка и ввожу ее вязание все я просто начинаю вязать другую нитью эту ниточку я оставила провязываю целый ряд вот этой нитью контрастного цвета сейчас я провяжу эту сторону и вернусь к вам когда я буду вот на этой стороне смотрите вот я довязала до этой стороны вот у меня первая нить следом начинается следующее я продолжаю пока вязать эту сторону цветной нитью которую я использовала в этом ряду там у меня хвостик смотрите и здесь вы можете оставлять столько петель сколько вам удобно это может две три петли 5 не важно абсолютно главное остановиться до того как происходит смена нити то есть я сейчас цветную ниточку оставляю за работой подхватываю снова белую нить и у меня до нее вот они две петли оставлены я их просто переснимаю на спицу здесь вот немножко подтягиваю чтобы они у меня не вытянулись и продолжаю вязать белой нитью следующий ряд сейчас я провяжу этот ряд и снова вернусь к вам вот я значит перехожу уже на эту сторону две петли я еще провязываю белой нитью вот у меня через две петли начинается цветная нить я белую оставляю подхватываю цветную и эти две петельки переснимаю на правую спицу и продолжаю вязать уже цветной ниточкой до следующей смены цвета смотрите вот у меня закончилась цветная ниточка как раз переход на следующую спицу и и белая нитка у меня начинается вот здесь в начале через две петли значит я оставляю ниточку здесь перехватываю белую нить и эти две петельки переснимаю на правую спицу дальше продолжаю вязать белой ниточкой то есть следующий раз я остановлюсь вот здесь за две петельки до цветной нити вот таким образом у нас по спирали получается мы меняем цвета и вяжем поочередно то один цвет то второй то есть у вас получится вот такой вот узор красивый интересный прикольно складываются узоры из вот таких вот клубочков из таких моточков специальных ниточек для носочков а когда мы вяжем их по методу helix еще из чередованием какого-то однотонного цвета получается просто вообще великолепно когда мы свяжем стопу мы переходим на вязание пятки и здесь при вязании снизу вверх то есть от мыска лучше использовать какую-то симметричную пятку либо это пятка бумеранг может быть помидорка вот вот такая пятка вывязывается то есть она вяжется одним цветом поворотными рядами тут переход есть в серединочке будет вот такая полоска цветным и снова однотонная и дальше мы уже вяжем по голенок и так смотрите цветная пряжа у меня закончилась вот я вам сейчас тут покажу хвостики вот такие маленькие хвостики остались то есть я довязала до того момента когда дошла до середины того моточка и разрезала его пополам какое-то время я вязала эти носочки по отдельности потом я перешла на вязание двух носочков сразу почему не самого начала я вязала два носка сразу потому что я вязала из середины мотка и снаружи мотка и при таком способе да еще от двух клубочков нитки очень сильно запутываются поэтому я вас от этого предостерегаю говорю сразу же если у вас не 4 моточка по отдельности который можно переставить местами и распутать нитки то тогда будет вязать немножко сложновато сейчас я свяжу резинку с перекрещенными лицевыми петлями и в конце сделаю закрытие петель иглой обязательно в этом случае нужно нам с вами эластичное закрытие петелек потому что нам нельзя стянуть вот этот вот край чтобы нога смогла пролезть носочек то есть край должен быть с эластичным закрытием обязательно и так резинка провязана в конце делаю закрытие петель иглой у меня получается вот такой жгутик давайте покажу как я это делала смотрите рабочую нить мы обрываем и оставляем хвостик нити но примерно два с половиной три размера закрываемого края после резинки я провязала ряд лицевых петель и ряд изнаночных петель вот у меня рабочая нить выходит я захожу в две петли по ходу вязания так скажем иголкой зашла прошла через эти две петельки вот у меня вышла нить далее возвращаюсь в первую петлю и снимаю ее одновременно со спицы затянули сильно здесь не затягивайте то есть вот это затягивание должно быть таким условным снова захожу в две петли выхожу в обратную сторону из одной в две петли выхожу из одной и так далее таким образом получается на краю резинки вот этот жгутик носочки готовы и сейчас я вам покажу изнаночную сторону посмотрите здесь нигде нет никаких перетяжек да мы здесь не видим никакого соединения рядов никаких состыковок и вот что у нас получается на изнаночной стороне точно также никаких перетяжек посмотрите все везде едино никаких ступенек лесенок и вот у меня хвостик закончилась цветная ниточка здесь она начиналась это начало белой нитки и это начало кончик от второй нитки вот здесь вот его надо спрятать прячем вот эти четыре кончика аккуратно и носки готовы ну что ж вот такие носочки у меня получились из остатков пряжи для сравнения хочу вам показать какие яркие носки я связала из той же пряжи но без добавления контрастной ниточки вот из 100 грамм у меня вышла две пары носков одни вот такие вот яркие и веселенькие с достаточно длинным по голенкам а вторые по методу helix с добавлением белой ниточки они получились тоже очень красивые но более спокойные нежели те которые связаны без дополнительной нитки и для того чтобы научиться вязать такие носочки я приглашаю вас на свой большой курс носки от а до я на котором вы научитесь делать расчеты чтобы связать носочки по размеру вы освоите несколько видов вязания пятки и мыска вы научитесь вязать на двух спицах по методу magic loop и так далее переходите по ссылке под этим видео записывайтесь ко мне на курсов вас там ждет множество полезных и подробных уроков до встречи на курсе с вами была юля и мой факультет рукоделия пока пока